Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Знаете, у Хармса есть такая миниатюра, одна из его таких ёрнических миниатюр, когда Пушкин и Гоголь стоят на сцене и начинают друг от друга спотыкаться. Всё время идёт «От Пушкина об Гоголе», «От Пушкина об Гоголе». И вот так занавес закрывается, а там за сценой по-прежнему стук, и вот «От Пушкина об Гоголе». Если кто помнит, пару лет назад мы делали программу, на которой мы споткнулись об Пушкина, о феномене Пушкина в нашем сознании. И вот сегодня надо споткнуться об Гоголе. Вы знаете, и в самом деле некое такое чувство спотыкания существует у меня, потому что я признаюсь, что Гоголь – любимейший мой писатель. И на полном серьёзе, если бы какую-то одну книгу мне было разрешено взять с собой на необитаемый остров, это бы, вне сомнения, были «Мёртвые души». Это та книга, которую я могу начать читать и тут же вернуться на первую страницу и перечитывать заново. Потому что в ней вся Россия от начала до конца. Ну и вообще я считаю, что «Гоголевское начало» в русской литературе и в мировой литературе – это какой-то гигантский пласт, который открывает и абсурд, и какие-то невероятные экзистенциальные глубины, и высоты, и так далее. Но, тем не менее, я не могу понять, что за человек был Гоголь. То есть мне, если посмотреть на наших классиков, ну, более-менее я могу представить, какой был Пушкин в жизни, какой был Лермонтов, какой был, так сказать, не знаю, холодный, циничный агломан Набоков, какой был Лев Толстой. Я не могу себе представить, что за человек был Гоголь, что у него творилось в душе. Какая-то вот такая абсолютно загадочная, мистическая, дьявольская даже, я бы сказал, фигура. И помочь разобраться в этом во всем мы пригласили сегодня Владислава Атрошенко, писателя, который, я думаю, не нуждается в нашем представлении, но, тем не менее, напомню, что он дважды финалист премии «Чаховский дар», обладатель первого приза общенационального литературного конкурса «Тинета». И он вот около полугода назад, да, вышла книга, Владислав, да? Да, это весной. Да, да. Вышла книга Гоголиана. Вернее, там две книги под одной обложкой. Одна из них называется «Гоголиана», вторая «Тайная история творения». И это такой очень интересный жанр, который я затрудняюсь даже описать. Такие какие-то литературно-критические, фантастические документальные эссе, которые больше всего мне напоминают рассказы Борхеса. И не случайно часто сравнивают Атрошенко с Борхесом. Вам, кстати, как такое сравнение? Не льстит, не пугает? Ну, мне кажется, Борхес был намного холоднее меня. Я более эмоционален. Ну да, и мне кажется, у вас очень сильная документальная основа в том, что вы делаете. По крайней мере, вот то, что касается Гоголя, у вас все привязка к каким-то фактам, к архивам. Вот вы знаете, вы сказали о том, как определить этот жанр. Я сам, честно говоря, затрудняюсь. И я однажды нашел такое гибридное определение через дефис – эссе-новеллы. Потому что, понимаете, существует такая практика, когда эссе считается – это нечто такое размытое. Это говорение, бессюжетное говорение о чем угодно. Я такого эссе не приемлю. Для меня эссе должно быть еще более сюжетно, чем рассказ. Почему? Потому что реальность, она, как правило, выстраивает такие фантастические сюжеты, которые не всегда даже писательство богатой фантазии. Ну да, не придумаешь. Но при этом очень жесткая внутри пружина структура есть, которая, так сказать, позволяет не растекаться мыслью по древу. Вот вы даже сказали в начале о неуловимости Гоголя, ведь даже на физическом уровне, вот смотрите, есть описание современников, его внешности. Это потрясающее расхождение. Значит, одни утверждают, что он был белокур, другие, например, Тургенев, утверждают, что он был рыжий, рыжеватый такой. Другие говорят о смоляных волосах. Вот. И это потрясающе. То есть нету... Портрет его разнялся, ну, кроме... Да, даже нос. Даже нос, этот, так сказать... Клюв такой птичий, да. Клюв птичий, самый узнаваемый символ Гоголя. Так вот, есть современники, которые говорят, да нет, нос у него был невелик. Обычный нос. То есть вот до такой степени это был неуловимый человек. А что говорить в его, вот его такой поведенческой линии жизненной? А почему так? Почему так скрыта его личность? Почему вот эта вот такая протейная, как это, да, протеическая сущность Гоголя, когда вот он постоянно меняет обличье? Это, может быть, вот я пытаюсь понять, это часть такого романтического художника, что он все-таки такой романтик, и вот эта вот смена обличья, некая мистификация, постоянная розыгрыша, превращение жизни в проект. Я думаю, здесь дело вот в чем. Существовали мнения, почему, во-первых, почему Гоголя была такая лживая натура, да, об этом рассуждал Аксаков. И Аксаков даже вспоминает, что вот Николай Васильевич ему говорил, ну что вы, ну никогда никому нельзя говорить, куда вы едете. Вот если вы едете в Рим, надо сказать, что едете в Тулу. То есть если в Тулу, надо сказать, что едете в Рим. Людям не надо знать правды. Ну Аксаков понять этого не мог, ну как такой порядочный, честный дворянин, ну как это так. А некоторые списывали это на такие малоросские какие-то вот заморочки, да. То есть вот все-таки южно-русская натура, которая такая немножечко вот она вот вихляющаяся, такая неуловимая, и склонность к вранью такому беспричинному. А это действительно есть, ведь вы же оттуда, да, вы же, собственно, вы из казачьего рода. Конечно, знаете, у Марка Блока, такого интересного, гениального французского историка, и, кстати, в этой книге есть о нем эссе, называется «Апология истории», у него есть, в его книге есть такая глава, посвященная беспричинным актам лжи. То есть когда ложь не имеет ни корысти, там, ни, ну, в общем, беспричинный акт лжи. Вот, но с Гоголем, вот, я думаю, вот вы как раз упомянули эти слова, там, перформанс, превращение своей жизни в какое-то. Вот Николай Васильевич, на мой взгляд, он был первым в русской литературе писателем. Понимаете, это вот архетип русского писателя. Это он создал первообраз русского писателя. И поэтому на поведенческом уровне... Он не Пушкин, ведь мы обычно из школы считаем, Пушкин первый профессиональный литератор. Да, вот дело в том, что у Пушкина в жизни было очень-очень много дел, кроме литературы. Да, у него была семья. Семья, камер юнкерска. Да, камер юнкерска, дети, друзья, попойки. Значит, масса интересов за пределами литературы. И жизнь у него закончилась дуэлью, в общем-то. А жизнь Гоголя закончилась от литературы. То есть, он умер от мёртвых душ, от невозможности их дописать. Он жил вот как монах литературы. То есть, он был настолько погружён вот в литературную жизнь. То есть, для него это было служение. Вот это главное, чем отличалось, собственно, такое поведение, жизненное поведение Пушкина от Гоголя. Пушкин был первым литератором профессиональным. Он получал гонорары уже. А не так, как дворяне до него, которые баловались литературой не ради денег. А он уже серьёзно относился к... Да, зарабатывал. И к своим гонорарам относился очень серьёзно. А у Гоголя он и к гонорарам серьёзно относился. Для него это существенный был доход. Но самое главное, он вывел из круга своего жизни всё, кроме литературы. Всё, кроме литературы. Всё остальное, этот на орбите. Вот как бы литература, это солнце, вокруг которого вращаются какие-то планетки, друзья, что-то там. И всегдашний его отговорка, как только он чувствовал, что дружеская беседа затягивается, он... Всё хорошо, потом наговоримся. Потом встретимся и наговоримся. Это значит, Николай Васильевич хочет побыть один, у него в голове рождается какой-то сюжет. То есть, и вот это архетип русского писателя. И поэтому Гоголь, понимаете, он не разделял, для него не было... Вот для Пушкина так, вот он сегодня встал, поработал, потом вечером у него карты, значит, там... Для Гоголя у него так сцепилась и смешалась его личная жизнь как человека, как существа вот такого, да, человеческого. И как литератора, как писателя, что они были настолько неразрывны, что, ну, понимаете, в некоторых ситуациях он просто проецировал литературные ходы, сюжеты на собственную жизнь. Ну да, вот я думаю, может быть, и смерть-то его с этим связана. Он сжёг мёртвые души, второй том, да, он сжёг собственную, как бы, сущность, сжёг собственную душу, ему уже ничего не оставалось делать на этой земле, потому что этот мегапроект. И вот то, что вы говорите, какой-то такой, знаете, прям постмодернистский контекст возникает, да, вот как Дорида, да, нет ничего вне текста, и вот нет ничего вне текста Гоголя. И не случайно такие борхесовские тоже реминесценции, что это человек, полностью воплотившийся в собственный текст. Ну вот, например, история, ведь потрясающая история о другом Гоголе, когда вдруг Николай Васильевич пишет в Петербург про Коповича и говорит, отыщи другого Гоголя. Значит, появился некий другой Гоголь, который может прийти, значит, с какими-то произведениями к издателям, может возникнуть подлог и так далее. Я полгода расследовал эту историю. Она реальная история, она тянется в его письмах, она связана с получением его гонорара за мёртвые души. То есть он пишет Жуковскому, что гонорар за мёртвые души получил другой Гоголь во Франкфурте. Вот это тема двойничества. Тема двойничества. И вот как раз это к проблеме такого современного постмодернистского перформанса. Собственно говоря, мы думаем, что это появилось совсем недавно, а Гоголь, если Достоевский разработал в литературе эту тему двойничества, то Гоголь просто взял и как художник, как современный художник, ультрасовременный художник, берёт и разыгрывает какие-то ситуации на собственной жизни. То есть он берёт и саму себя делает персонажем жизни. О Гоголе, как персонажей жизни, о Гоголевских персонажах. Продолжим наш разговор с Вячеславом Матрашенко после перерыва. Слушайте, Вячеслав? Владислав. Владислав. Дай-дай, я перепишу. О Гоголе, о его персонажах, о Гоголе, как персонажей собственного текста. Продолжим у нас разговор с Владиславом Матрашенко после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о Гоголе, говорим с писателем Владиславом Матрашенко, который недавно выпустил, была издана книга Гоголиана, сборник эссе, эссе-новелл, как он их сам называет, о Гоголе. И мы пытаемся понять, в чем загадка, в чем мистика Гоголя, почему такая великая литература и такой, в общем-то, непонятный, ускользающий, мистифицирующий всех и вся человек. Вот мы затронули тему двойников, ведь у вас я там прочел замечательную совершенно историю, как он в дороге три дня разыгрывал своего попутчика, говоря, что он не Гоголь, а Гогель, да? Да, это ведь тоже потрясающая история, собственно говоря, когда я расследовал эту тему Гоголя и Гоголя, я в этом эссе все случаи двойничества в его жизни нашел и классифицировал их. Вот потрясающая вещь. Он выезжает из Петербурга в дилижансе, и рядом с ним соседом оказывается Пекер. Это очень уважаемый человек, это, понимаете, как бы, это не то, что какой-нибудь там, не знаю, купчишка, да? Это артиллерийский офицер. Его отец Пекер, значит, был министром, заведовал департаментом в Министерстве внутренних дел. И, мало того, Гоголь под началом его батюшки в 21 год служил в Министерстве иностранных дел. И портреты к тому времени, это Гоголь уже вернулся за границу, уже вышел ревизор. То есть, уже была слава. Да, уже была слава, уже были гравированные портреты Гоголь. То есть, он был, что называется, современным языком узнаваемой такой публичной персоной уже. Вот они садятся в дилежанс, и этот бедный Пекер, значит, с распростертыми объятиями, Николай Васильевич, тот ему холодно говорит, нет, я не Гоголь, я Гогиль. Ну, и они садятся, едут трое суток, и трое суток он из себя разыгрывает сироту, рассказывает про то, что он остался без отца, без матери, да? Вот, что батюшка его недавно умер. И, значит, человек не может поверить, но протяжение всей дороги наводящие вопросы задают. А знаете ли вы вот там таких-то людей, таких-то людей, а не учились ли вы случайно в Нежинской гимназии там, да? И Гоголь никого не знает, только Аксакова якобы знает вот так вот. Гогель вот этот, сирота. Ну, хорошо, Пекер уверился, хотя там странная история. Пекер, в общем, мог бы проверить, он в подорожную книгу мог заглянуть. Но, видимо, человек был настолько порядочный, что даже он как-то вот не захотел, ну, вот не Гоголь, да, ну, ошибся, но я дурак, да, ну, что поделаешь. И потом, через три дня, Гоголь приходит здесь, в Москве, в гости к Аксакову, и туда же приходит Пекер, который тоже был его другом, этот артиллерийский офицер. И Пекер говорит, вернее, Пекер приходит первый и говорит, вот хотел бы, я знаю, что ты знаком с Гоголем Аксаковым, хотел бы с ним познакомиться. Он говорит, да, вот он сейчас буквально с минуты на минуту будет. И в гостиную заходит тот самый Гогель, с которым он Троесу так ехал. Ну, там был просто грандиозный скандал, и этого Пекера пришлось просто успокаивать. И Аксаков говорит, да вы знаете, но он так со всеми делает, вот он такой вот человек, ну, что поделаешь. И после этого же случая он уезжает уже от Аксаков, Аксаков с сыновьями едут его провожать на станцию Химки. Такая была традиция, значит, до первой станции, значит, Петербург провожали на своих лошадях, а там уже пересаживали дилижанс. И сын Аксакова описывает совершенно невероятную историю. Гоголь, значит, садясь в экипаж, кондуктору представляется Гоналем. И это несмотря на то, что, значит, ну, будут проверять подорожные паспорты. Хорошо, может быть, все-таки ведь есть литература, где говорят, что он был ненормален, что это был род безумия. Здесь ведь чистые признаки шизофрении могут быть. Есть книга знаменитая, ну, в свое время она была сенсационной, конечно, сейчас она, может быть, малоизвестна кому. Поэтому это такой русский врач-психиатр Чиш по фамилии Владимир Чиш, вот, он написал книгу, достаточно деликатную, с одной стороны, она называется «Болезнь Гоголя». Она не называется «Сумасшествие Гоголя», она называется «Болезнь Гоголя». И он со множеством реверансов, через каждую строчку, как он любит Николая Васильевича, но везде, значит, там такая, почти в каждой главке, в каждом предложении, значит, не просто намекается, а практически прямо говорится, ставится диагноз, что вот у Гоголя была паранойя, параноидальная депрессия и так далее. Описывается его, в частности, попытка якобы, ну, то есть это известный факт, когда он подъехал, взял извозчика, подъехал и стоял некоторое время возле ворот сумасшедшего дома, вот, и как будто бы хотел сдаться. Вот, но что я хочу сказать, опять же, вот если возвращаясь к тому моменту, что Гоголь – архетип русского писателя, русский писатель без вот этого прохождения по грани безумия, он после Гоголя невозможен. Понимаете, вот Пушкин действительно – это такое ясное, чистое европейское сознание. Это, в моем понимании, Пушкин – это европейский писатель, хотя, как ни странно, Пушкина довольно сложно переводят, ну, поэзию Пушкина довольно сложно переводится на иностранный. Как тип личности, да, он такой солнцу русской поэзии, абсолютно солярный тип Пушкин, да. Но его проза была переведена не так давно, вся проза Пушкина в Италии, Марио Карамити перевел, причем это массовый тираж, это издание газеты «Ля Република», то есть это не для интеллектуалов высоколобых, а это для домохозяек, то есть огромным тиражом. Это как европейский автор, у которого, понимаете, сегодня он был бы автором бестселлеров, сегодня был бы Пушкин. И вот знаменитые слова Пушкина «не дай мне Бог сойти с ума», а Гоголь-то наоборот, он не говорил этих слов «не дай мне Бог сойти с ума», он наоборот постоянно приближался вот к этой границе. И, надо сказать, это происходило практически в каждом его произведении, это же самое «Вии» есть, ну уж не говоря о мертвых душах или о записках сумасшедших. Записки сумасшедших, да. Да, где просто он, то есть, понимаете, что делал Гоголь, и что, на мой взгляд, в общем, было абсолютной новацией для русской литературы, и поэтому мы можем называть его первым русским писателем. Что он делал? Он пытался вызвать в себе такие акты контролируемого сумасшествия. И он, собственно говоря, и писал в состоянии... Причём это можно так называть, а можно называть акты высшего вдохновения. То есть, вот знаете, как юрогевые впадают в такое состояние, транс такой, да. Вот Гоголь писал в состоянии транса. Вот это я вас уверяю, потому что, значит, почему ему и не писалось? Почему он писал, знаете, он писал такими рывками. И он прямо даже написал... Доказательство этому есть, это мои мысли. Он в выбранных местах из переписки с друзьями, он прямо так и написал одному из друзей, что ты меня торопишь там с мёртвыми душами. Но он говорит, я знаю, что если выдастся такая таинственная минута, то за несколько, за две недели, за несколько недель, за две недели, по-моему, он даже там пишет, будет закончен весь труд, на который до этого он писал, ему нужно 5, 6, 7, 8, 10 лет. То есть, он верил, он знал, что у него бывают такие состояния, и знал способ своей работы, вот такими состояниями инсайта такого. Ну, видимо, да, то, что называется «открылся канал», да, вот это то, что часто приводят у Карла Поппера, третья вселенная, есть вот эта вселенная, где все тексты уже написаны, где вся музыка сочинена. И просто творцам в какие-то моменты открывается вот такой вот портал, и они целиком готовые вещи оттуда берут. Вот как у того же Борхеса есть про Колриджа, да, вот этот Кублыхан, как он, так сказать, не успел, проснулся, так сказать, не успел во сне, ему явилась поэма вся до последней строчки. Ну, кстати, и у Борхеса, раз мы вот тут упомянули, вот это его идея о том, что родственности писательских душ, о том, что писательское существо – это, по сути дела, одно существо. И, вы знаете, я вижу и чувствую, что очень многие люди, которые в себе чувствуют, ну, или пишут, или в которых живет вот этот цветок искусства, да, вот, растет как-то, они очень тянутся к Гоголю. Потому что вот Гоголь собрал в себе вот все признаки писательской души, вот эти, значит, воспоминания детства, страхи, различные фобии, мнительность, погруженность в себя, непредсказуемость поведения, очень-очень много таких, знаете, ну, вот именно атрибутов вообще писательского существа, Гоголь в себе собрал их полностью все, вот. И поэтому писатели даже по своей манере письма, очень далекие от Гоголя, да, они все равно его, то есть я практически не встречал вот современного русского, да и не только современного русского писателя, который бы отторгал Гоголя. Даже Лев Николаевич Толстой, вот представьте, ну, насколько они разные, да, были писатели, да, и просто как небо и земля. И то у него есть совершенно восторженный отклик о Гоголевской коляске, когда он пишет, вот это произведение, совершенное, просто до небесно, совершенно законченное все, просто вещица, ну, просто аховая, да, это в яснополянских записках, которые Душан Петрович Маковицкий вел. Вот поэтому... Да, но вот говоря о том, что вот были некие небесные мертвые души, которые Гоголь слушал, и когда открывался канал, записывал, вот я все думаю, пытаюсь понять загадку второго тома. Может, второго тома-то и не было на небесах? Гоголь все прислушивался, прислушивался, а вот это вот как бы позитивный, позитивные мертвые души, их и не существует в природе. И поняв это, Гоголь затасковал смертельной тоской, что нету того вот позитивного. Вот это как раз вот мы сейчас затрагиваем такую важнейшую тему, потому что ведь что на самом деле произошло? Произошла потрясающая вещь, аналогов которой в мировой литературе и вообще в практике человечества практически нет. Человек писал художественное произведение, писал его, писал, писал, оно стало для него вообще миссией на земле. И вдруг происходит страшная катастрофа. То есть он поднимается на крыльях этого произведения просто в небеса, и вдруг рушится все. Рушится все. И человек умирает не от каких-то физических причин, а умирает от литературы. Ведь известно, что все медики, а это были светила того времени, все, кто вокруг него были, все консилиумы, которые собирались, все твердят одно и то же, что физических признаков болезни они не находят. Он решил умереть сам. Да, он решил, это почти как, понимаете, брахманы индийские, которые, или как знаменитый этот Лама Итигилов бурятский, который собрал учеников и сказал, все, я ухожу, закопайте меня в ящике, а через 70 лет можете откопать. То есть человек обладал такой огромной творческой энергией, которая, если она не направлена на искусство, она может убить, просто убить моментально. И второго тома, на мой взгляд, вот тут я с вами согласен, а со мной по этому поводу многие не согласны, гагалеведы, и считают, что, ну, не многие, но есть гагалеведы, которые считают, что вот те остатки второго тома, что они такие прекрасные, там вот если бы он не сжегся, было бы замечательно. Да они непрекрасные, они ужасные. Вот те остатки, то, что осталось, вот эти обломки этого второго тома, они настолько не соответствуют первому тому. Там, как я, знаете, я написал как-то в своих заметках где-то, что когда невозможный Чичиков невозможно рассуждает о невозможном. То есть, он там валится в ноги генералу, лабызает ему сапоги, он там, значит, говорит о каком-то боге, о покаянии, о церкви, всё это языком выбранных мест из переписки с друзьями. То есть, вот что получилось, действительно, наверное, на небесах второго тома не было. Или Господь не допустил Гоголя до этого второго тома, одно из двух, либо его там не было, он вытащил сюда, с небес на землю, нам первую часть, значит, первый том «Мёртвых душ», а до второго тома вот эта загадка, или у Господа его нету, этого второго тома, просто нету, или по какой-то причине, по которой мы не узнаем, да, так же, как мы не узнаем, проснулся ли действительно Гоголь в гробу или нет, да. Да, вот эта вот городская легенда, да, Город Апокарев, да. И череп вроде там кто-то, говорят, не было, что то ли в коллекции Бахрушина оказался. Череп был свёрнут, но я буквально в двух словах, чтобы временно это не тратить, я просто изучал этот момент. Всё дело в том, что, вот знаете, как и в жизни всё, Гоголь описывал мошенников, да, вот кто делал ему гроб, смошенничали. То есть, сделали что? Сделали днище дубовое и крышку дубовую, а боковинки подлакировали тоже под дуб, но это было мягкое какое-то дерево, вот, типа сосны, может быть, липа была, что-то ещё такое, да. Вот, и, значит, что происходит? Подгнивает боковины, крышка и днище остаются целыми, и происходит такая резкая осадка земли. Она осаживается и голову разворачивает покойнику. И поэтому, когда делали эксгумацию, то нашли голову Гоголя очень сильно развернутой, и поэтому решили, вот он там вертел головой и всё прочее, да. Вот, ну, хотя, с другой стороны, конечно, есть вот эти слова его страшные в замещании, что тело моего прошу не погребать, доколе не появится на нём явные признаки смерти, вот, ибо и при жизни находили на меня минуты не ранее, сердце и пусть переставало биться. Это, кстати говоря, на украинском языке есть такое слово, которое так и называется, обмирание, вот, и вот этот феномен обмирания, он известен, в общем, ну, он малоизучен, но он известен в медицине современной, да, и когда человек как бы вообще цепенеет и перестаёт жить. И действительно, так же, как вот с этим упомянутым тут Ламой Итигиловым, когда учёные говорят, что мы не можем сказать, что он жив, и мы не можем сказать, что он мёртв. Вот это украинское понятие обмирания, которым Гоголь пользовался, когда он говорил, объяснял там, почему он, например, в Риме он спал в одежде, сидя, значит, в кресле, не ложился в постель, вот, он боялся, что вот он при глубоком засыпании... Может, может случиться это обмирание. Да, может случиться обмирание. Ну, вообще же, тема смерти его постоянно завораживала, вот, Гоголь и смерть, по-моему, такая очень глубокая тема. Вы знаете, да, я вот... И даже после смерти, да, нету покоя, постоянный перенос могилы, да, из Донского в Новодевичьи перенесли, надгробие вот это его блуждающее, потом его надгробие у Булгакова, оказывается, да? И там была интересная история, когда, знаете, когда перевозили гроб с телом, значит, в этом участвовали там несколько комсомольских работников, несколько приближенных таких партийных писателей и НКВДшники. Это год... Это 31-й год. 31-й, когда разрушали Донской монастырь и Некрополево, да. Это был май, май 31-го года, в Москве была слякоть, плохая погода, везли эту телегу с его гробом, и шла одна из жён писателей там, ну, допустили двух-трёх писателей, значит, до этого, которые, между прочим, разграбили могилу. Один себе там косточку взял, другую жилетку, третий сапог там на память, типа на сувениры. Гоголевская? Да, да, то есть, когда могилу вскрыли, вот писатели советские, советские писатели и комсомольский одинработник, и кладбищенский сторож, они часть тела разобрали на сувениры, то есть, взяли берцовую кость, взяли сапог, взяли кусок жилетки. Писатель Лидин, который взял, значит, кусок жилетки, он обшил ими мёртвые души, и, насколько я знаю, они и до сих пор существуют. Это книга у его дочки, и даже пытались в ней вести какие-то переговоры, чтобы она вернула, но она никогда не... Фантастическая история. Это Гоголь, да. Это Гоголь, это Гоголь, да. Это не просто, когда, значит, они всё это растащили, им всем потом стало плохо. Один заболел, другого сны какие-то мучили, третий вообще стал спиваться, и они созвонились там, связались, сказали, давайте отнесём это. И вот они, значит, всё нашли, кроме берцовой кости, значит, и всё отнесли туда, руками прямо закопали, да, так им плохо стало. На Новодевичье жил. На Новодевичье кладбище, да. А когда туда, значит, везли вот эту телегу с гробом, и шла одна из вот этих писателей, которые грабили могилу, и она шла, и так что-то растрогалось, и начала там плакать. Вот, ну, Гоголя хоронят, и такая была сцена комичная, трогательная, пакостная, и в то же время какая-то театральная, вообще поразительная, она мне, ну, прям, я её вижу, понимаете, как это было. Идут эти НКВДшники сзади, так сложив руки, так посмеиваясь, и, значит, один другому показывает эту плачущую жену писателя, говорит, во, говорит, смотри, вдова убивается. Да, фантастика. И да, и вот на надгробе то, что я сейчас вспоминаю, оказалось у Булгакова, и то, что он говорил, как там, как-то, укрой учитель меня своей чугунной шинелью. Да, и вот эта тема смерти, понимаете, она вроде бы, вот, посмотрите, напрямую, как бы, вот, у Гоголя, у него нету таких вот, ну, допустим, у Толсто, смерти Ивана Ильича, просто. Величайшая вещь, которая там переведена на все языки, которая просто вообще, и концентрат вообще всей мысли человеческой о смерти и о умирании, да. У Гоголя вроде бы, вроде бы, всего этого нет, у него нету, вот, прям, произведения, в котором бы смерть была, как бы, вот, таким главным зерном, да. Но при этом есть потрясающие вещи, вот... Ну, Вий. Вий, конечно, конечно, Вий, который, в котором вот этот смерть, смерть от нечистой силы, да. Но самое главное, вот, произведение, на которое можно не обратить внимания, это «Старосветские помещики». Вот там Гоголь, на мой взгляд, я об этом пишу, вот, как раз в эссе «Гоголь и смерть», он... Значит, тоже решают умереть по очереди. Да, он фактически предсказал способ своей смерти. Они умерли ни от чего. Вот просто, значит, Пурхелия Ивановна решила, что она умрет. И она сказала, значит, своему мужу Афанасию, говорит, этим летом я умру. И действительно умирает. И умирает ни от чего. И, значит, Афанасий, муж ее, Афанасий, умирает точно так же, проходит какое-то время, что-то ему послышалось там, что кто-то его зовет. На Украине это, кстати, тоже называется «Веснянка зовет», когда тебя по имени вдруг кто-то окликает. И существует, что это плохая примета, что это вот к смерти. И вот как будто ему послышалось свое имя, кто-то зовет. И он решился, что я умру. И умирает. Собственным решением. А Гоголь тогда был молод, очень молод. И еще мертвый до второго тома «Мертвых душ», до его краха было очень-очень далеко. Но он вот в «Старосветских помещиках» фактически описал то, как он умрет. Вот по собственному решению. О смерти, о жизни Гоголя, о душах мертвых и о душах живых продолжим наш разговор в третьей части после перерыва. И снова добрый вечер. У нас в гостях сегодня писатель Владислав Атрошенко, автор книги. Множество книг, но вот последнюю мы его обсуждаем. Книга Гоголиана «Тайная история творений». И это сборник эссе, эссе-новелл о Гоголе. Ну вот «Мертвые души, живые души» говорили мы о загадке смерти Гоголя, о том, собственно, мистике, о том ужасе, о том экзистенциальном страхе, который тоже растворен в произведении Гоголя. Вот, скажем, «Вий», вот это вы тоже, кажется, вспоминаете, как на вас ребенком, да, он сказал. Вообще, если подумать, страшнейшая совершенно вещь – это некое абсолютное чистое зло. Причем оно, у меня вот что «Вий» больше всего потрясает, оно неотвратимо. Вот эта вот, так сказать, неотвратимость финала, к которому хаму Брута тянет. И люди вокруг, и никто не останавливает. Все наблюдают, как человек погружается в пучину и только, так сказать, качают головой при этом. Именно, знаете, я думаю, что это самое страшное произведение не только в русской литературе, но вообще в мировой литературе, и самое значительное, и очень-очень современное. Ведь, когда «Вий» вышел, Белинский, да и не только Белинский, и многие друзья Гоголя отнеслись к этому как к безделушки. Критиковали его, какие-то там чудовища написал. Ну, в общем, абсолютно несерьезно. И Гоголь затаился и практически никому ничего не отвечал. Это Бергсон нужен был, это Сартер нужен был, это экзистенциалисты, это XX век. А это фактические произведения, которые предвосхитила действительно литературу XX века. И если задать прямой вопрос, о чём произведение «Вий»? Так вот, это произведение о том, что человек в этом мире, который создал Бог, который как бы находится под властью Бога, и человек в этом мире может остаться один на один с нечистой силой, с сатаной, с дьяволом, с адом, один на один. И никто не придёт ему на помощь, ведь Хамабрут, он и молится там, и ставит свечи, и Псалтирь стоит, и всё, и тут и кресты, и распятия, и иконы. И никто, и никто его не спасает. Но кто бы его мог спасти-то в реальности? В реальности, вот как я себе это представляю, да, вот вышел бы этот хутор весь, и стали бы они молиться за Хамабрута, а они-то что делали? Они ночью отводили его в эту церковь и шли дальше квасить самогон. Вот, и посмеют, ведь они же знали... Они абсолютные соучастники в этом во всём. Они соучастники, да? Вот это вот, вы знаете, у меня потрясающая совершенно сцена, мне кажется, одна из лучших сцен мировой литературы, вот эта предсмертная пляска Хамабрута. Когда он упивает, он начинает танцевать, и он танцует час-другой, и вот молча на него эти казаки смотрят, там гениальная совершенно фраза. И только, наконец, один какой-то сказал, сколько, однако, танцует человек. На что ему старый казак отвечает, да, и говорит, я полагаю, что он танцует достаточно. Это вообще фантастика. А потому что тут, понимаете, что Гоголь показал? Что вот эти люди, они остались людьми сотника, а не бога. И это очень современное вообще для русской политической жизни, да, что у нас люди всегда стараются остаться людьми царя, людьми начальника, людьми сотника, кого угодно, но не поступают по совести. То есть по совести они должны были бы его спасти. И спасти своей общей молитвой. Вот. Но как же сотник-то хотел, чтобы было вот так, и... Слушайте, а по Гоголеве, если так разобраться, вообще никто не поступает по совести. Вот взять весь ревизор, все мертвые души, игроки самые, да, наверное, гениальные, и этот обманул, и этот обманул, и третий обманул, и все друг друга в результате обманули. А по совести ни один человек не поступает. Ни лакей, никто. А вот, а вии к чему это приводит, вот это непоступание по совести? Это приводит к гибели человека. Потому, что сотник – это олицетворение власти. Вот хутор – это маленькое государство. И, собственно говоря, украинский хутор, он так и устроен был. Это действительно государство со своими границами, со своими порядками, со своими законами, кодексами, деньгами даже. Там все. И вот о чем эта вещь. И он остался один на один с этим адом, и никто к нему не пришел на помощь. И это страшно. В этом ужас. Не вот в этих там, значит, летаниях ведьмы. Хотя, конечно, в этом старом фильме 60-х годов это великолепно, все сделано. Это я маленький, смотрел 150 раз этот фильм. И, собственно говоря... А Голливуд отдыхает вообще после этого фильма. Все эти резня бензопилой, все эти Фредди Крюгеры. Там одна чего-то кровавая слеза, которая выкатилась и потом назад вернулась. Или как она трясется и ходит вокруг этого круга магического. То есть произведение очень сильное. И, знаете, так случилось, что я маленький совсем был. Мне там в начальных классах школы болел ангилой зимой. Мне вот папа взял, ни с того ни с сего прочитал Вия Гоголя. И, собственно говоря, с этого момента началась моя завораживающая тяга к этому писателю. И больше я с ним никогда уже не расставался. Вот это вот какое-то очень важную вещь вы здесь сказали. Действительно, что люди сотника. И вот это вот то, что нету людей Бога во всем этом. Ведь, мне кажется, здесь одна из главных трагедий Гоголя заключена. Опять-таки, возвращаясь к теме надгробия. На старом его первом надгробии были слова из пророка Иеремии. «Горьким словом моим посмеюсь». Гоголь невероятно смешон, но за этим смехом стоит какая-то страшная такая сосущая бездна. Бездна русской жизни, в которой нету людей Бога. Так и в Вии масса смешных сцен. Вот ту, которую уже помянули, когда он танцует. И то, как они рассуждают, доедет ли телега, допустим, до Москвы или не доедет. И то, как они там пьянствуют. И в самом фильме это смешно и показано очень. И в тексте, и сам текст, вот это мерцание смешного там постоянно есть. Но при этом ужасное произведение. И произведение, которое, собственно говоря, действительно ставит вопрос. А есть ли в этом мире Бог или нет? Потому что ведь то, что происходит, происходит в Божьей Церкви. Вот еще вот момент, на который не обращают внимания. И Гоголь, между прочим, там в одном месте он пишет. Там такая, ну, дряхлая церквушка. А вот в самый ответственный момент, когда, значит, входит Вий, и когда влетают все чудовища, и он прямо пишет буквально, что вот чудовища влетели в Божью Церковь. Не в церквушку, не там в церковный храмик, там захудалый. Он просто уже обозначил это место его точными словами. Это Божья Церковь. И там произошло расчленение, уничтожение человека, его души. А что, понимаете, что Хамамбрут? Он что, такой великий грешник? Он что, заслужил вот этого... Да нет, обычный бурсак. Обычный бурсак. Ну да, ну немножко там, ну бы любил выпить там, да. Ну поесть любил. Ну, но это же не злодей. И вот вдруг он отдается на растерзание. И это, конечно, страшная гоголевская вещь, страшная, которая как раз вот... И в связи с этим вопрос, вот Гоголь и религия, насколько прописан в нем был вот этот вот религиозный поворот к концу жизни. Избранные места из переписки с друзьями, попытки второго тома мертвых душ. Это с самого начала, это еще от матери, у него же очень набожная матушка была. Гоголь был вообще невероятно впечатлителен с самого детства. И знаете, когда там его первый раз маленького оставили дома, пробежала там черная кошка, для него это... он чуть не умер от страха, там была какая-то чуть не истерика с ним. И когда родители приехали, там мальчика просто трясло, он просто чуть не умер. То есть вот эта его впечатлительность сильная, конечно, делала его религиозность несколько иной, чем, скажем, религиозность Толстого или, скажем, религиозность Бунина. Бунина там умиляла красота, например, церковных обрядов. Он очень любил вот эти там свечи, блеск икон, там все. В чистый понедельник, да, вспомнил. Да, но, скажем, в жизни Бунин мы знаем, как он любил женщин, как он любил хорошее вино, как он вообще был привязан к прелестям жизни вообще. Он даже так и говорил, что я вот просто держу в руках апельсин и прям чувствую все его прелести, или женщину, да, это все для него было прелести мира. А у Толстого это поиски вот некого вообще неперсонифицированного бога, да, некого, значит, некого высшего принципа, высшего существа. А, конечно, вот при эмоциональности Гоголя, при его крайней впечатлительности, мнительности, да, его религиозность, она была в какой-то степени болезненной. Она была болезненной, и многие друзья его, писатели, говорили, что, наверное, ему лучше было бы стать монахом. Вот, потому что у него, вот его моления доходили до состояния отчаяния такого, да. И ведь известен тот факт, когда он беседовал с отцом Матфеем, которого, кстати говоря, обвиняют в том, что он отчасти виновен вот в этом болезненном состоянии Гоголя. Ну, не должен был быть такой духовник. Я, в общем, на той же точке зрения стою, на которой мало кто стоит, что не должен был быть у Гоголя вот такой духовник с такими, ну, как бы это сказать, с очень прямыми суждениями. Понимаете? Ведь известен тот факт, когда он прямо с ним разговаривал о его художествах, обо всём, и потом начал ему описывать картины ада, что с ним будет. Вот сидит и описывает художнику, у которого титаническое воображение, который может за две секунды мирно рисовать любой, который может создать образ мгновенно до такой степени, что он его будет чувствовать и видеть, и руками даже его может потрогать. И он сидит, ничтоже сумняшись, вот такой тонкой натуре, такому художнику описывает картины ада, там своим языком церковным. И Гоголя вдруг он побелел, и он сказал, оставьте меня, уйдите. Довольно. То есть, на него нашёл страх ада такой, который, собственно говоря, вот он в молодости описал в Вии, когда Хамамбут остался один на один садом. Ад и рай Гоголя. Вот сейчас, я думаю, последнюю большую тему, которую я хотел бы затронуть, это пространство Гоголя, топология Гоголя. Потому что совершенно, ну, как мне кажется, у Гоголя был совершенно очевидно рай. Да, рай – это Рим. И ад, ну, я не знаю, может быть, Петербург, вот этот вот холодный Петербург, гранитный, куда он попал, с тучных полей Малороссии, и вот он приезжает туда, неустроенная жизнь, непризнанность литератора, и вот возникает этот Акаки Акакевич, это ощущение страшного, берущего за горло холода Петербурга. Ну, а вот дело в том, что Гоголь, поскольку это сама его натура такая, что он творил не только на бумаге, но он творил и в своей жизни, он был творцом в каждом своем поведенческом даже акте, то у него земное пространство было мифологизировано очень сильно. Я об этом пишу в двух эссе, которые называются «Гоголь и рай» и «Гоголь и ад». И когда он в первый раз попал в Рим, между прочим, он показался ему жалким городишкой. То есть это странное дело. То есть он приехал и, значит, там написал письмо, что какие-то обшарпанные стены, какие-то там ходят ослы по городу, там кусты растут из стен, все как-то так... Ну, Рим же вообще, скажем, был тогда довольно провинциален, провинциален это за счет, до Гаримальди, до всего, это какая-то заштатная итальянская городка. Городишко, дряхлый городишко. Он-то ехал, думал увидеть вот это величие этого Рима, который он себе нарисовал, читая лекции в Петербургском университете об античных временах. Но когда он приезжает второй раз, вдруг с ним метаморфоза происходит. Он вдыхает этот воздух, он смотрит на это небо, он видит вот эти краски, он видит эту архитектуру уже сквозь эти развалины. И Рим для него превращается в абсолютно райскую. Причем это не фигурально, не то, что, знаете, вот как сейчас там, ну, человек едет за границу, там говорит, ой, я в рай там попал, прекрасно тут там, не знаю, в Риме не приехал, там, не знаю, русский турист, и вот он в рай попал. Нет, для Гоголя Рим стал раем, вот в буквальном смысле, по ощущениям, вплоть до того, что он, значит, пишет «Фрейлине двора», значит, Осиповой, которая, ну, это был один из его близких таких, женщина-друг, да, с которой у него наиболее была искренняя такая переписка. И он ей пишет, что здесь, в Риме, я перестаю чувствовать мучения совести, я перестаю себя ощущать вообще несчастным человеком. И то же самое он пишет своей ученице Марии Балабиной, которой он давал уроки в Петербурге, подписывает письмо годом основания Рима и пишет, что он не знает за что, вот за какие его, значит, такие заслуги бросила судьба в рай. И для него это стало райом в буквальном смысле. То есть это, вот знаете, как вот небесный Иерусалим, там, или Дарасалам, или там такие мифологические города рай, да, вот он себя там ощущал неуязвимым для смерти времени. Вот что самое важное, понимаете? Он же был совершенно иначе выглядел, я у вас читаю. Он таким франтом итальянским ходил, в белой шляпе, в пиджаке с жилетом. Это вообще было два раза до Гоголя. Гоголь, значит, возвращающийся из Рима в Петербург и Гоголь в Риме. Друзья, когда приезжали, вот те, кто его видели, допустим, одновременно, вот, скажем, в течение там короткого времени, встретились с ним в Риме, а потом приехали в Петербург, увидели его в Петербурге, это были два раза Николая Васильевича. То есть, там, в Риме, он носил белый костюм, широкополую шляпу, такую голубую красивую, вышитую золотом жилетку, тросточкой вертел, которая там сверкала, там, значит, шутил, покупал там апельсины, угощал друзей, там, начинал вдруг петь малоросские песни в переулках сонных таких, в Риме сиеста, он вдруг там, как запоет, значит, на есть переулок какую-нибудь, значит, украинскую, казацкую песню, вот, и вот эти веселые, жизнерадостные, и вдруг в Петербурге черный плащ, поднятый воротник, угрюмое лицо, нежелание вообще ни с кем общаться, то есть, абсолютно разные люди. И вот, так сказать, отличие от туристического рая, который часто употребляется у нас там туристами, попавшими там, не знаю, на остров Бали, там, или еще куда-нибудь, там, вот я в раю, да, отличие вот в чем, для Гоголя по какой-то неясной причине, по какой-то неясной, очень таинственной причине, но я там пытаюсь об этом говорить, для него он себя начинал чувствовать вот именно в Италии и в Риме неуязвимым для смерти и для времени, там все останавливается. А вот за Альпийская Европа, значит, вот... Баабада. Да, Баабада, Германия, значит, Россия, конечно же. А Россия, он вообще, когда, значит, когда вот это чувство рая в нем проснулось, вот со второго раза, с первого раза он вообще не понял, не ощутил, куда он попал, а со второго раза в нем открылось вот это чувство рая в Риме. И он так и написал Жуковскому, что вот это Россия, этот департамент, снега, это все мне снилось, я очнулся на родину, это родина моей души. Это были, это точно его слова, которые вот он имя Балабины написал, что Рим, Италия, это родина моей души, или даже больше, он написал вообще, знаете, как мог бы написать какой-нибудь бурятский ламой или монгольский ламой, он написал, что это место, где моя душа жила прежде моего рождения, понимаете? То есть, фактически высказал такую далеко не христианскую идею реинкарнации, да? Я думаю, каждый из нас так или иначе находил такие места, вот у меня тоже есть такие места, но они, правда, совершенно далеко на севере находятся, где я тоже приезжаю, я чувствую, что я как бы там рожден, там был и, так сказать, и вернусь туда, и был там раньше, и буду там после. Вот, вот, и Гоголь то же самое почувствовал. А вот, значит, вот за Альпийская Европа, для него была, то есть, его там письма о немцах, которые там он пишет, о Германии, вот эта Германия, залитая пивом, там пропахшая табачищем, всё это отвратительное, всё. Слушайте, а вот секунду, вопрос как бы с носком вообще, я так думаю, кто-то из русских писателей любил немцев, хоть один? Ну, Тургенев. А, ну, разве, да, Тургенев, да. Они же даже из-за этого чуть не, ну, как в ничуть, а вообще там очень сильно рассорились с Достоевским, когда Тургенев сказал, что лучше быть немцем, чем русским, да, что в таком духе это сейчас не было. Ну, на другой чаше весов, как подумаешь, так сказать, и Гоголь, и Набоков, и Достоевский, вот эти все антинемецкие, да и Тютчев сколько проезжался. Вот, это удивительно как-то, вот, не немцам, да. Ну, да, вот не повезло немцам в русской литературе, но, тем не менее, я, знаете, я там вот в этом эссе «Гоголиат», я там, я попытался, оно такое очень, очень оправдательное в том смысле, я попытался как-то оправдать, почему Гоголю, почему Гоголю была так ненавистна Германия, вообще, вот этот германский этот мир, Баден-Баден, это опять же было связано с мертвыми душами, потому что, понимаете, он туда ездил по принуждению своих болезней, ну, вымышленных ли, реальных, нереальных, так сказать, мнимых, немнимых, неважно, он туда ездил лечиться. И когда он ехал в Германию, вот, или в Бельгию, там, или, значит, в Фейцарию на воды, ему приходилось оставлять работу, вот, он попадал в руки врачей, там лечился. Ну да, ему не писалось. Ему не писалось. И там, где ему не писалось, вот там был и ад. Там был и ад. Вот. И я даже там в этом эссе, Гоголя-ад, я пишу о том, что, ну, вот случись так, что, допустим, Гоголю бы в Баден-Бадене вдруг записались бы мертвые души, и вот только там и писались бы. Ну, это бы раем бы стало все. А Украина на этой карте, вот, что это, чистилище? Я думаю, что Украина, можно назвать, наверное, ее чистилищем, это возвращение, знаете, к каким-то своим истокам, к своему детству, потому что у Гоголя, опять же, это вот атрибуты любого писателя. Это очень большая привязанность к собственному детству. И возвращение на Украину – это чувство себя маленьким, какие-то тонкие, неуловимые воспоминания своего детства, которые входят. И писатель без детских воспоминаний, он невозможен. Я думаю, что Гоголь на Украине воскрешал какие-то свои детские чувства и воспоминания. Как хорошо вы по-старому говорите «на Украине». Вот, все это, так сказать, еще долго. Да, да. Не-не, я сам так вырос с этим, и Ленинград, говорю, и на Украине. Вот. Ну что ж, вы знаете, говоря о географии, о пространстве Гоголя. В Москве, как вы знаете, вот есть два Гоголя. В Гоголе, да, тема двойничества, она и в памятниках реализуется. И удивительно, на протяжении, на расстоянии 400 метров друг от друга стоят два совершенно разных Гоголя, тоже двух скульпторов Николаев, Николая Андреева, который в 1909 году открыт. Вот этот вот Гоголь, сжегший второй том мертвых душ во дворе усадьбы Толстого. И Гоголь Томского, гордо стоящий таким Гоголем, да, птицей, вот, да, который долетит до середины Днепра, стоящий на начале Гоголевского бульвара. И вот, вы знаете, я хочу сказать, что зайдите, когда будете в центре, проходите, зайдите в дом Толстого на Никитском бульваре. Вот тут у меня цитату из Валентины Катаевой прекрасное выписал, где Николай Васильевич сидит, скорбно уткнувший свой длинный птичий нос в воротник бронзовой шинели, почти весь потонув в этой шинели. Во двор особняка, где, по преданию сумасшедший писатель, сжег в камине вторую часть мертвых душ. Зайдите туда, помяните Николая Васильевича. И спасибо, что слушали нас. Сегодня это была программа «Археология». У нас в гостях был писатель Владислав Тарашенко. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.